Всем привет! Здесь я хочу представить несколько вариантов монтажа витой пары в УТП розетку. На текущий момент они существуют двух типов, внешние как данные и внутренние. Вне зависимости от их исполнения, в них имеется два варианта распиновки по типу А и Б. Соответственно, для первого при прямом обжиме с противоположного конца порядок жил должен быть данным, а для второго вот так. Также цифрами здесь указана последовательность проводков. Монтирование жил в соответствующие разъемы в ряде случаев производят, используя данный инструмент, либо же такой, при условии, если отсутствует альтернативный вариант, реализованный в самой розетке. Теперь давайте рассмотрим обычный процесс установки жил сетевого кабеля в УТП. В моем случае противоположный конец витой пары обжат данным образом, поэтому провода буду распределять по А типу. Для этого отмеряю по таблице распиновки кабель и снимаю изоляцию по данный уровень. Затем укладываю проводки в соответствующем порядке и продавливаю их инструментом между небольшими ножами, выполняющими в то же время роль контактов. Излишки жил, торчащих по бокам, можно обрезать кусачками. Выполнив указанные действия, я рекомендую проверить работоспособность соединения. Например, с помощью лантестера и заведомо исправного патчкорда, имеющего такой же порядок жил. В моем случае, как можно видеть, все в порядке. Еще одним вариантом подключения сетевого кабеля к УТП розетки является использование ножа либо отвертки. В данном случае я воспользуюсь канцелярским ножом, так как его лезвие имеет наименьшую толщину. Вновь распределяю жилы в розетке, при этом немного утапливаю их в пазах. После чего торцом канцелярского ножа продавливаю провода до упора. Затем с помощью тестера проверяю, насколько корректно все получилось. Как видим, все хорошо. Помимо указанных способов, из алюминиевого уголка толщиной 1 миллиметра, я изготовил данное приспособление с прорезью порядка 2 миллиметров. Для того, чтобы проверить его в действии, в очередной раз распределяю провода в УТП розетки. После проталкиваю жилы самодельным девайсом в пазы. Чтобы узнать, насколько все прошло успешно, воспользуюсь тестером. Включив его и немного подождав, можем видеть, что у всех проводков имеется контакт. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети. Субтитры создавал DimaTorzok